Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОТВ в студии Дарья Янченко и коротко о главных событиях. Один из самых перспективных районов. Тепло нового дома. 96 семей в Холмске получили ключи от благоустроенных квартир. Очень удобно, потому что в Моглике он как бы не каждый попадет. Первый рейс. Новый передвижной комплекс побывал в селе Вал. Мне нравится сериал «Девчонки» на ТНТ. В преддверии первого российского фестиваля телевизионных фильмов горожане рассказывают о своих любимых сериалах. Украдители склонов. В Красноярске проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту. Накануне Международного женского дня губернатор Сахалинской области Олег Кожемяка поздравил представительниц прекрасного пола с 8 марта. Дорогие островитянки, примите самое искреннее поздравление с замечательным праздником – Международным женским днем. Сегодня мы, мужчины, благодарим вас за красоту и любовь, которую вы несете в этот мир, за то, что дарите новую жизнь и чутко берегаете ее, делаете счастливыми родных и близких, вдохновляете окружающих на добрые дела и поступки. Вы обладаете огромным потенциалом и вносите важный вклад в развитие нашей Родины. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царит мир, взаимопонимание и любовь. С праздником! До 2020 года на Сахалине Курилах построят более 100 социально значимых объектов. Это учреждения культуры, здравоохранения, образования и спорта. Об этом рассказал глава региона, который принял участие в итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока. В течение трех лет макрорегион получит почти 70 миллиардов рублей. Около трети от этой суммы выделяется Сахалинской области, поскольку острова признаны приоритетом программы развития. Уже в этом году в регионе построят более четырех десятков объектов. Это все, что было обсуждено с жителями, все, что требует сегодня решения по созданию более комфортного образа жизни. Это и школы, это и больницы, это детские сады, это дороги, безусловно, это и грузопассажирские суда. Это все, что даст возможность помимо экономики жителям чувствовать себя комфортно. Три судна будут ходить между островами. Один теплоход пойдет по маршруту Камчатка-Парамушир. 48 новых квартир вместо ветхих и аварийных. В Холмске счастливые новоселы получили ключи от благоустроенной жилплощади. Все они раньше были соседями. Больше всего людей радует, что теперь не нужно топить печи. Подробности в следующем материале. Каждый ключик на тарелочке как исполнение заветного желания, которого люди ждали десятилетиями. 96 семей поселятся в двух новых домах на улице Некрасова в Холмске. Пока они жильцы ветхих и аварийных домов. Наконец-то кричат! Наконец-то! Теперь одной головной болью для новоселов стало меньше. Им не нужно закупать оголь и дрова, топить печи. Коммунальные блага сделают их быт более современным. В нашем доме, там, 49-го года, что ли, дом, конечно, этой квартиры намного лучше. Два раза там топим. Утром, а вечером, зимой. Иначе забернешь. Но пока топишь, тепло. Бросил топить, остывает моментально. Особенно сейчас, в последнее время. Они худые. Эти новоселы жили рядом, в одном районе. Теперь их старые квадратные метры пойдут под снос, освобождая место свежим проектом. А новое место жительства со временем обрастет сопутствующей инфраструктурой. Вообще, это самая перспективная территория по застройке в городе Хомске. Вокруг планируется постройка еще как минимум 6-8 домов в ближайшее время. В ближайшее время это три года. Планируется постройка здесь школы недалеко на 400 мест, асфальтирование дороги. Квартиры сданы под ключ. Теперь владельцам предстоит создавать здесь уют и комфорт. Многие уже решили, куда поставят мебель. Заезд начнут в ближайшие выходные. Что конкретно по Хомскому району, программа не останавливается. Мы продолжаем дальнейшее строительство. Это не только строительство жилья для тех, кто сегодня живет в аварийном жилом фонде. Также и параллельно отрабатываются программы, реализуются программы арендного жилья, жилья для ипотеки. Переселение из ветхого жилья является одной из приоритетных задач по всей стране. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, что в 2017 году 3 миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Анастасия Носкова, Телекомпания, ОТВ. Новый передвижной комплекс совершил первый рейс на север Сахалина. Машина, оборудованная современными флюорографом и мамографом, побывала в селе Вал Ноглихского района, где проживает около 900 человек. И в основном это представители коренных малочисленных народов севера Нивхов. В отдаленном уголке острова побывала наша съемочная группа. В амбулатории села Вал как никогда многолюдно. Большая очередь сформировалась по радостному для местного населения поводу. В отдаленный уголок Сахалина приехал новый передвижной комплекс, где можно пройти обследование легких и молочной железы. Если флюорографию можно сделать каждый день, съездить в Ноглики, то мамография, женщине обследоваться, это надо заранее записываться. Какая-то существует очередь, и поэтому это было проблематично. В отдаленном уголке острова проживает около 900 человек. И в основном это представители коренных малочисленных народов севера Нивхов. Еще 10 лет назад они были практически оторваны от цивилизации. Сейчас, благодаря разработке и реализации программ, им оказывают различные виды поддержки. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, цитирую, «В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть. Организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием». Конец цитаты. В 2017-м в передвижных мобильных комплексах обследования прошли 60 тысяч островитян. В этом году, с учетом поступления новой техники, планируется осмотреть не менее 80 тысяч человек. Евгений Коньков, Дарья Янченко, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. На Сахалине становится все больше популярным проект «Старшее поколение». Пенсионеры узнают о правильном питании и здоровом образе жизни. Также, благодаря проекту, пожилые люди могут реализовать свои творческие способности, приобщиться к спорту или стать неотъемлемым участником общественной жизни города и области. А в преддверии 8 марта для женщин провели праздничный концерт. «Они стали более активны, они стали заниматься общественными делами в городе Южно-Сахалинске, занимаются в спортивных секциях, участвуют в культурно-досуговых мероприятиях. И, конечно, сегодня есть повод их за это поблагодарить и сделать для них праздник». Проект постоянно совершенствуется и открывает что-то новое для людей старшего поколения. Буквально три недели назад свою работу начал компьютерный класс на базе Совета ветеранов войны. Также работают две спортивные площадки. Там пенсионеры бесплатно занимаются на тренажерах и играют в волейбол. А 17 марта состоятся межмуниципальные соревнования для пожилых людей в Корсакове. Перед выходом на площадку игроки пройдут медицинский осмотр. 8 марта на Сахалине начинается первый российский фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины». Следующую неделю горожане будут жить в ритме сериалов. В Южно-Сахалинск приедут заметные звезды киноэкрана Сергей Жигунов, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Александр Велединский и еще десяток именитых гостей. В преддверии масштабного события мы решили узнать, смотрят ли островитяне сериалы. Мария Рябова расскажет. Раз за разом переживать за любимых героев, месяцами жить в ритме знакомых сюжетов. В современном мире кто-то слишком занят, чтобы тратить время на сериалы, но многие россияне каждый вечер, возвращаясь в уют дома, наливают чай и включают телевизор, чтобы встретиться со спортсменами, следователями, героями прошлых веков и отчаянными современными девушками. Какой ваш любимый сериал? Вы знаете, я часто телевизор не смотрю, но когда включаю, попадаю часто на сериал «Молодежка». Про хоккей, в принципе, про спорт. Очень популярна в стране сейчас у нас пропаганда спорта. Очень нравится. Какой ваш любимый актер или актрис из этого сериала? Ну, вообще, как бы, так выделяю Тимура Ефременкова. Неплохой актер, очень харизматичный, и у него есть большая работа в кино. В «Легенде 17» он снимался. Ну, особо сериалы не смотрю, но, наверное, можно назвать «Тайны следствия». Есть ли у вас любимые актеры, герои, актрисы в этом сериале? Да, Анна Ковальчук и Сергей Барышев. Ну, очень жалко, что Сергей Барышев, они в последних сезонах. Ну, вот на НТВ я смотрю сейчас «Паутину», где главный герой Федор Туманов. Это честный, порядочный, полицейский, смыслом жизни его работа. Какие актеры вам нравятся в этом сериале? Ну, вот Олег Харитонов, это Туманов. Мне нравится сериал «Девчонки» на ТНТ. Любимая актриса есть? Пауна. Ну да, скорее всего, Пауна. Она самая адекватная, целеустремленная, при этом с таким своеобразным чувством юмора. Пауну играет Наталья Денисова. Качественно сделанный телевизионный фильм – это не только развлечение, но и повод задуматься, поразмышлять и посмеяться над реалиями жизни. А еще это актеры. Они перевоплощаются на экране в персонажей, которым раз за разом возвращаются миллионы зрителей на всем земном шаре. А подробнее о первом в России фестивале телевизионных фильмов «Утро Родины» нам рассказал начальник мастерской европеец-азиаткинодослугового объединения Илья Шамазов. Подробности в рубрике «Гость студии». Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, с нами на фестиваль, какие звезды приедут, кого мы увидим. Ну, по уровню звездности этот фестиваль, конечно, беспрецедентен для «Сахалина». Звезд множество, всех я точно не перечислю. Наверное, главные среди звезд – это Евгений Миронов, актер замечательный и продюсер уже теперь в кино. Это Чулпан Хаматова, великолепная актриса. Ну, и же с ними, да, то есть там и член жюри Александр Адабашьян, и Константин Лавроненко – это все звезды первой величины, известные и в России, и за ее пределами. Может быть, немножечко вы расскажете вот о программе фестиваля? Да, ну, у нас есть конкурс, и тут задача, конечно, раздать слонов за те лучшие работы в телесериальном жанре, которые выходили в течение прошлого года на большие экраны. И есть второстепенные программы, которые, может быть, даже более зрительские, хотя в рамках конкурса можно будет, собственно, встретиться со звездами, которые представят свои картины. А второстепенные – это у нас программа фильмов по произведениям Антона Павловича Чехова в «Комсомольце» пройдет, и программа телеспектаклей. Почему местом проведения выбрали «Кристалл»? Именно церемония открытия и закрытия. Дело в том, что совершенно беспрецедентно, опять же, это слово будет сопровождать наш фестиваль, количество техники, какой-то аппаратуры завозится в регион, просто чтобы это все звучало, чтобы все смотрелось. И именно поэтому было принято решение, что нужна площадка побольше, чтобы все-таки большее количество сахалинцев смогли попасть на церемонии и, в общем, увидеть некий новый для себя уровень. Расскажите вот про призы. Я знаю, что очень интересные призы ожидают победителей. Да, дирекция фестиваля сработала с замечательным скульптором Владимиром Каневским. Его выставка вот этих его «живых цветов», в кавычках, проходила в прошлом году в Эрмитаже. То есть, скульптор серьезного уровня. И вот он для этого фестиваля разработал специальный приз. Это будет лотос, исполненный из фарфора, который будут вручать нашим гостям. Это будет главный для них подарок. Собственно, каких-то денежных премий у нас не предусмотрено. Лотос от Владимира Каневского и возможность приехать на Сахалин. Вот вообще такое событие, да, вот, я не знаю, грандиозное, масштабное. Насколько вот оно для наших сахалинцев будет интересно? Ну, интересно, как минимум, возможностью встретиться со звездами российского экрана, первой величины. Интересно за счет возможности с ними пообщаться на лекциях, на каких-то второстепенных программах и основных. Это действительно событие федерального уровня. В этом смысле мы можем гордиться своим фестивалем «Край света», очень хорошим фестивалем. Но телефестиваль «Утро Родина» – это первое такого рода событие. Это событие, на которое обратили внимание власти Российской Федерации. То есть они его, в общем, курируют, патронируют там те или иные министерства. И это действительно возможность заявить о себе, как о регионе, в котором вручаются вот именно первые награды. То есть не какие-нибудь там вот региональные, а это именно действительно федеральный такой фестиваль. Илья, спасибо вам большое за интересную беседу. До свидания. Спасибо, что позвали. До свидания. Продолжаем выпуск в преддверии женского праздника. Подарок себе и своим близким. Южно-Сахалинская художница Полина Шевченко устроила домашнюю экспозицию. В небольшой квартире поместилось лишь три десятка картин. Всего их более трехсот. Впрочем, профессиональным мастером себя не считает. Говорит, творчество приходит свыше. Подробности у Веры Рудаковой. Я в школе еле-еле могла нарисовать вишенку или яблоко. С детских лет ей был близок спорт, который перерос в профессию. Всю жизнь Полина Шевченко проработала учителем физкультуры. А искусство стало способом самовыражения и даже самоисцеления. Иногда эмоции полезнее выразить красками, чем хранить в себе или обидеть кого-то словами. У гнева и у зависти у них одно общее, только с разных сторон. Это идет гнев, это вот идет черная зависть. Неудержимое желание рисовать пришло к ней же в зрелом возрасте, причем помимо ее воли. Тема рождаются сами по себе, иногда даже без названия. Иногда бывало так, что раз какой-то сюжет получился, ну я засыпаю, ложусь спать. Ночью возле меня карандаш, бумага, ночью раз приходит название. Я не знаю, как назвать название. Я пишу в темноте. Так пришла работа памяти Дианы. Говорит, что горящий факел получился сам собой и лишь потом узнала, что на месте гибели принцессы в Париже действительно установлен этот символ. Она сама, как яркое пламя, это ее суть. И свой автопортрет назвала женщина огня. Бывает такое чувство, что хочется огня. Я еду на дачу и начинаю зажигать там печку или еще чего-то и смотреть на огонь. Я от него, не знаю, что-то получаю. Полина – дачница-удачница. На участке всегда отличный урожай. Как говорится, даже палкой та цветет. А в жизни окружена друзьями, которые в канун праздника придут полюбоваться работами. Ее картины нужно домыслить, потому что не сразу можно понять, что она хочет изобразить. Но у нее свой внутренний мир. Она по-своему видит окружающее. Пока же ее зрители – кот Кеши и французский бульдог Гоши, которые тоже чувствуют энергетику работ. Во всяком случае, спать предпочитают под ними. Вера Рудакова, Андрей Андросов, Телекомпания УТВ. В Красноярске продолжаются чемпионаты первенства России по горнолыжному спорту. В четырех дисциплинах за медали спорят порядка 150 сильнейших спортсменов нашей страны. Среди них есть и сахалинцы. Эти старты являются тестовыми перед Всемирной зимней универсиадой 2019. Об этих и других новостях спорта расскажет мой коллега Игорь Антипов. Первыми старт в слалами принимали девушки. На склон фан-парка «Бобровый лог» вышли 52 соперницы. Золото в итоге завоевала москвичка Анастасия Горностаева. Серебро у Софьи Матвеева из Южно-Сахалинска. Тройку самых скоростных замыкает Юлия Плешкова из Петерпавловска-Камчатского. Еще одно серебро Сахалину принес мужской слалом, где отличился Александр Воронов. В Японии продолжается этап горнолыжного кубка Азии «Форест Кап». Конкуренция между 150 спортсменами из нескольких стран довольно плотная. Островитянка Владислава Буреева финишировала 14-й. В топ-15 сумел пробиться еще один сахалинец Юрий Другов. В мужском слаломе он показал 13-й результат. Нордист из Южно-Сахалинска Константин Иноземцев выиграл чемпионат России в Санкт-Петербурге. Сделать это удалось в парном разряде. Сахалинцу в этом отлично помог напарник из города на Неве Руслан Ефименко. С ним Константин познакомился еще заочно на онлайн-игре. А тут встретились вживую и объединили усилия в длинных нардах. Решающая встреча против питерской дружины длилась 40 минут. Иноземцев и Ефименко без особых проблем заставили соперников сдаться. Хотя еще в предварительных встречах потерпели от них фиаско. Также Константин Иноземцев отличился и в личном зачете в дисциплине спит Гаммон. На матч отводилось всего 2 минуты. Каждый ход надо было делать через 10 секунд. Сахалинец удостоился бронзы. В городе Белогорск Амурской области состоялось юниорское первенство Дальнего Востока по спортивной гимнастике. Островному гимнасту Михаилу Михлику оно принесло золото. Он чисто выполнил упражнения на шести снарядах в многоборье. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Утро субботы 10 марта начнется с областного турнира по бадминтону. Удары ракетками по валанам вы увидите в спорткомплексе «Юниор» на Деповской. В этот же день в 13.40 в городском парке начнется спор за первый суперкубок детсадовской семейной лиги. В первом розыгрыше за главные награды поспорят ценители хоккея в Валенках и за Нивы, Долинска и Корсакова. В выходные в 17 часов к себе приглашает дворец спорта «Кристалл». На лед выйдут участники серии плей-офф чемпионата азиатской хоккейной лиги. Сахалин принимает у себя от «Зиглз» из Японии. Фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины», встречи с любимыми артистами, выставка «Надежды белых» и масса культурных событий. Как с пользой провести предстоящие праздничные выходные прямо сейчас расскажем в рубрике «Афиша». Я передаю слово ее ведущей Марии Рябовой. И напоминаю, что наши новости вы также можете посмотреть на сайте агентства «Сахалин Курилы» по адресу skr.su и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте, с вами Мария Рябова и мы готовы пролить свет на самые яркие культурные события длинных праздничных выходных. Как с пользой и наслаждением провести эти дни расскажем прямо сейчас. Итак, приступим. 8 марта на Сахалине начинается очередной фестиваль, на этот раз телевизионных фильмов. Первый в своем роде. Он называется «Поэтично. Утро Родины». И приготовит зрителям встречи с любимыми актерами, режиссерами и даже писателями. В весенний праздник состоится открытие в «Кристалле». 8 марта порадуют концертом группы «Моральный кодекс». Мы советуем особое внимание обратить на лектории в рамках «Утро Родины». Начиная с 9 числа драматург, режиссер и актер Александр Адабашьян, кинокритик Кирилл Разлогов, писатель Павел Санаев, режиссер Александр Велединский приоткроет тонкости создания кинолент. 10 марта Чулпан Хаматова со своим пунктиром. Это трогательный разговор по душам со знаменитой актрисой, сокровенная, личная, важная, пунктиром прошедшая через всю жизнь. В этот вечер вы услышите не только Чулпан Хаматову, но и талантливую пианистку, выпускницу Московской консерватории имени Чайковского Полину Кондраткову. В бизнес-центре «Сфера» поистине волшебная и весенняя выставка работ художницы Надежды Белых. От ее живописи исходит сияние, ее работы наполнены сказочными сюжетами, и каждый мазок словно луч, прорезающий зимние сумерки. Наполните свое сердце весной вместе с прекрасной Надеждой Белых. На этом у нас все. Оставайтесь с нами, проведем культурно эти дни вместе. До встречи! Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. В предстоящие сутки на островах ожидается облачно, а местами пасмурная погода. В Ахе без осадков ночью до минус 19 градусов, днем до минус 11. В центральной части облачно с прояснениями. В Александровске и Сахалинском температура ночью минус 15 градусов, днем до 7 мороза. В Тымовском ночью до 23 градусов мороза, днем минус 9. В Смирныховском районе значительная облачность, осадки ночью 25 градусов мороза, днем минус 8. В Углегорске температура ночью минус 12, днем до 9 мороза. В Паранайске пасмурно, снег температура ночью до 18 градусов мороза, днем минус 7. В Макарове ночью до минус 17, днем минус 7 градусов. В Долинске значительная облачность, осадки не прогнозируются. Температура ночью до минус 14 градусов, днем до минус 2. На юго-западном побережье Фомске и Невельске осадки температура ночью до минус 5, днем около нуля. В Аневе пасмурно, температура ночью до минус 11, днем до минус 2. В Корсакове преимущественно без осадков, температура ночью до 7 градусов со знаком минус, днем до 2 мороза. На Курильских островах осадков не будет, температура ночью минус 7 градусов и днем минус 1. В Южно-Сахалинске 8 марта значительная облачность, прогнозируются осадки ночью до минус 12, днем до 2 мороза. Компания «Мартин» поздравляет вас с праздником весны!